По линии Минсельхоза в этом году была выделена сумма на развитие мелиораций и расширение лиманного орошения Черноземельского района в размере 64 млн. рублей. 27 марта было подписано трехстороннее соглашение между министром Черноземельским РМО и МУП Ставропольским о реализации проекта по реконструкции участка лиманного орошения на территории района, тем самым увеличив и укрепив кормовую базу хозяйств. МУП Ставропольский подготовил проект на смертную документацию и подал документы на участие в федеральной программе. Осенью этого года проводились работы по проекту. Была осуществлена расчистка внутреннего канала, выкорчевка кустарников и другой растительности для увеличения площади лиманного орошения. После проведения всех работ главой района Крыловым создана комиссия, подписаны акты выполненных работ и прочее. Но 25 декабря Крылову в кабинет приходят сотрудники ФСБ с постановлением об изъятии финансовых документов по данной программе. На следующий день его вызывает на допрос ФСБ. Параллельно проводится обыск и директора МУП Ставропольский Недеева, у которого были изъяты компьютер и документы. Недеева также вызвали ФСБ на допрос. После допроса ему стало плохо, он вызвал скорую и улег в больницу с давлением. Все бы ничего, но все проходит тихо, можно сказать тайно. Но Недеев не просто директор МУПа, он является еще председателем собрания депутатов Чернеземельского РМО, высшее должностное лицо района, руководитель фракции «Единая Россия». Недеев избран только в сентябре этого года, Крылов работает только год главой, т.е. не успели начать работать, так стали сразу пополнять карманы. У БЭПа МВД возбуждены уголовные дела о хищении государственных средств в особо крупном размере. На реализацию данного проекта было выделено около 64 млн. рублей. Чтобы вытащить и обналичить эти деньги, высокопоставленные местные чиновники придумали мошенническую схему. Земли под лиманным орошением, принадлежащую МУПу, передали в субаренду индивидуальному предпринимателю. Главе КФХ должен был вложить в собственные средства не менее 30% от сметной стоимости проекта. Т.е. глава КФХ должен выступить в роли инвестора, чтобы затем вытащить федеральные средства. МУП Ставропольский – самый крупный из четырех МУПа в районе по разведению овец и КРС. Он сам мог выступить инвестором для десятков КФХ. Но ребята решили обойти закон и привлекли ИП. Так как если МУП участвовал в программе для заключения работ, ему нужно было провести аукцион. Если бы этот проект нормально не на бумагах воплотили в реальность, то район в такое непростое время засухи, нашествия саранчи мог бы получить мощную базу по заготовке собственных кормов. Кормами можно было бы обеспечить не только свои сельхозпредприятия, но и соседние районы. Предположу, что Крылов сюда приехал не работать, а зарабатывать. В этом ему должен был помочь опытный Недеев, которого он совсем недавно назначил директором МУПа. Почему правоохранительные органы это все делают тихо и молча, поскольку немаленькая сумма фигурирует в уголовном деле? Все это умалчивается, потому что Крылова долго и через колено протаскивал глава Республики Калмыкия Хасиков, представляя его как опытного и чистого, работающего в правоохранительной системе человека. На сегодня заказчик-подрядчик и директор МУПа легли в больницу. А Крылов получил от Хасикова нагоняй, носится по городу и решает вопрос. И самое главное, после обыска на территорию участка Калмыкия нагнали технику и проводят работы, чтобы избежать наказания, поскольку на бумагах все сделано. Это еще раз доказывает, что Хасиков – никчемный руководитель. Его цель – это обогащение за счет Республики. Самое главное, что он и Бериков не могут создать хорошую опытную команду управленцев. Такие управленцы, как Урлов и Джангаев добивают республику до конца. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далнхойрхудл» – 72 небылицы, рассказ «Диалог Кэмэльхэнд» – приметы 25-го позвонка овцы и образец гаданий «Далэншинджэ» – «Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыкии Константина Эрэндженова – это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям, и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Мендыфт Эн Би» – «Здравствуйте, это я» – так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.